здравствуйте дорогие зрители сегодня мы говорим о квашении и немного о тушении капусты сейчас это делает самое время поскольку созвели все сорта поздней белокочанной капусты они когда-то раньше имели название там надежда еще и их можно купить на рынках и в магазинах но это я говорю так для красного словца на самом деле в этом сезоне почему-то вот такую настоящую средней крупности очень уплощенную очень плотную тяжелую белокочанную абсолютно белую капусту которая только ягодицы для засолки найти в магазинах очень сложно я как-то купил удачную эко и вы знаете еще конечно покупал я когда-то в новости но в этом году по моему все поля украины засеяны какой-то чудовищной капусты какой-то грушеобразная зеленая которая совершенно не годится для засолки даже для тушения а сырой такую не съешь поэтому наверное пойдите на рынок и купите там белок капусты я не советую покупать белки капусты которые имеют вес больше трех килограммов за исключением тех случаев когда вы сами на своем огороде благополучно его вырастили и с ней ничто не случилось с этой капусты и так вы выбрали себе например один белок который весит около трех килограммов затем вам нужно запастись морковкой достаточно будет одной штуки если вы хотите ее добавить в капусту это не обязательно значит что я добавляю в капусту когда я ее квашу я как раз добавляю морковь но я добавляю одну даже если такой вот почти килограммовый белок я добавляю горсть изюма потому что я не добавляю сахар никогда никуда поэтому я добавляю горсть изюма он съедобен его и сис потом можно будет он даст немножко углевод в эту среду я добавляю парочку лавровых листиков не знаю почему потому что просто очень люблю эту специю она у меня самая любимая и кроме того это по рецептуре предлагается очень многими из специй можно добавить тмин это классика молодый тмин можно даже кумин молотый между нами он заменит но я не советую это не тот случай вот тушить будете будете добавлять тмин а сюда ну зачем специи в холодную ферментацию о чем мы говорим вот значит из прочих специй даже просто не знаю что еще можно назвать может что-то одно на свой вкус и выберите кто-то кладет еще такое ну яблочко средних размеров на такое количество капусты тоже можно порежьте его такими тоненькими полумесяцами что еще практически больше ничего кроме воды и соли нам не понадобится кому-то не понадобится даже вода так вот о воде и соли я засаливал всегда капусту используя исключительно соль причем в умеренном количестве но потом когда я знал да и всегда знал что многие которые просто рассол из хорошей воды колодезной какой-нибудь ну какой-нибудь хорошей питьевой воды и оставив в нем соль заливают нашинкованную капусту этим рассолом когда я так сделал три раза я понял что дальше буду делать только так поверьте это очень хорошо и я готовил рассол из расчета 1 чайная ложка крупной извините 1 столовая ложка крупной соли без горки на литр воды я тщательно это размешиваю иногда я делаю по пол литра и заливаю и то что я сказал о рассоле никак не относится к объемом или массам капусты вот вы сделали три века вам туда нужны не знаю сколько ну три литра может быть или два литра или пять литров сколько нужно вы вы сделали вы уложили их шинковать лучше одинаковыми кусочками по размеру и я лично люблю потоньше вот но вы уложили их и потом просто заливаете заливаете этим рассолом до тех пор пока это не наполнится научите что вы положите небольшой пресс небольшой грузик и все это выйдет так наружу да то есть вам нет смысла чтобы вода с солью покрывала вот настолько раз поэтому налейте потом положите грузик вы увидите как вы значит сколько еще вы чего добавите сколько времени квасить капусту повторяю что в моем случае вернее повторяю вам впервые говорю что в моем случае это пять суток при среднесуточной температуре около 20 19 20 градусов ставлю ее часто доверь куда-нибудь на шкаф 5 или около 5 суток при такой температуре у кого теплее дома следите значит может быть вам понадобится меньше далее вы должны за ней следить вы должны по первых я использую как вы уже знаете мы говорили о перцах я использую вот такие емкости их у меня много вы увидели и когда нужно положить грузик то есть такие вазочки соответствующей формы вот я так и кладу отсюда она и взята и ставлю еще баночку с водой хотя бы пол литровую как грузик грузик и тогда вы увидите что всплывает ну и так мы перечислили уже все что можно положить капусту хотя кто-то может кладет больше вы знаете что капусту нужно прокалывать после первых же суток и потом каждые сутки поэтому например нужно помнить в котором что вы ее залили рассолом и оставили если вы залили водным рассолом и еще края этой банки как бы очень отстоят на достаточно иметь большой запас то не нужно никаких особых тазиков подставлять вот потому что никуда она не утечет но если вы хотите можете подставить конечно какой-то тазик и потом накрыть это лучше всего какой-то чистой материей так сказать пористой да которая будет пропускать воздух и просто прикрывать это от пыли и каких-то печальностей вот моя капуста сейчас нарезанная кстати ну так в общем то место мелко но не столь тонко как я люблю она простояла двое суток с половиной я протыкал ее уже дважды но по-моему сейчас если я проткну вы увидите пузырьки посмотрите на есть есть меньше потому что вот с моей стороны много есть меньше потому что и посередине тоже протыкнуть несколько раз желательно деревянным чем-то вот такой вот я просто протыкал но тем не менее я сейчас не зря потому что иначе накапливается горечь из-за тех газов которые в результате молочнокислого ображения образуются постоянно поэтому нужно за этим следить учите что капуста может показаться такой которую вы посмотрели что она слегка промочилась вся она уже вроде как имеет приятный запах а прошло всего двое суток и уже можно кушать почему бы нет тем более хочется и сразу с лучком и на стол нет молочнокислое отображение требует больше времени и оно должно закончиться полностью то есть если вы в теплом помещении это делать это может быть когда будут приближаться истекать четвертые сутки она может быть уже даже и готова но я думаю что я делаю пять суток и потом я убираю на холод на шестые сутки убирается на холод в любом случае можно и на 5 я использую пяти или шести литровые вот такие бутыли и кроме того я хочу сказать о том что капуста в таком виде хороша чем вот вы ее здесь у меня очень мало был очень маленький вилок я еще из него еще больше сделал поэтому количество непоказательное я делал конечно по 3 200 килограмм что я хочу сказать о такой капусте которая вот нарезана заквашена уложена в каком бы на виде не было с водным рассолом или собственно соку вот вы ее оставили из первой же минуты как вы ее оставили особенно если вы много сделали вы счастливый человек потому что у вас на любой случай есть капуста для ворща капуста для тушения капуста для капустника или какого-то супа но не к салата пока еще то есть не до кишу и капусту в любой момент можно она не испортится и не испортится до того момента пока прокиснет вы ничего не потеряете но зато имея много такой нашинкованной капусты вы в любой момент не дожидаясь пятых суток любой момент при необходимости можете раз и взят немножко положить в борщ пополам со свежей или только такую если вы хотите или раз и сделать из нее тушеную пополам со свежей или чисто такую если вы захотите так что имейте ввиду что такую капусту можно использовать постоянно и поэтому экономить особенно не стоит есть смысл сразу покупать большой вилок или там два средних потому что мелкие для данных целей просто не очень выгодно не очень удобно возиться больше и потери вот так что капуста это она пока она стоит она полезна в любую секунду и теперь кратко о тушеной капусте конечно это роскость тушить капусту полностью тушеную вернее полностью уже заквашенную ну конечно тушеная капуста это дикобина для европы потому что капуста которая что-то ферментировала уже чудо еще и потом она тушится или жарится с чем-то это не мысленно также я уже говорил что вот особенно французы совершенно не терпят термическую обработку капусты ни в каком виде поэтому в их супах в их всем нет капусты а также они не терпят сочетание капусты с тестом то есть пирожки или вареньки с капустой это нонсенс для них вот а для вас уж конечно по вашему вкусу и так тушеная капуста что непременно я туда добавляю готовлю я ее или в казане чугунном с толстыми стенами даже может быть на рассекателе огня если говорить о газовой плите или на приличной сковородке говорят что обязательно должна быть открыта крышка так уходят остатки горечи то и горечи которая содержится в не ферментированной капусте такой которую еще не готово если капуста очень прокисшая то вы не обязательно можете следить за тем чтобы оставлять эту емкость открытой где она готовится что я туда кладу если здесь достаточно морковки ну что же морковка попадет туда сама если здесь есть изюм изюм попадет туда сам или вы туда его можете в начале тушения добавить также я добавляю немного томатной пасты это Это классика. Добавляю тмин, добавляю другие специи по вкусу, но не обходится без кориандра, душистого перца и лаврового листа. Это обязательно. Также можно добавить, ну, если тут были яблоки, а там не было, то можно добавить яблоки по вкусу или не добавлять их. Это совсем не обязательно. Добавляю в каком-то количестве нотку чеснока. Это будет где-то в конце, так как здесь обрабатывать термически не нужно, но добавить желательно. Ну вот, собственно, я думаю, что мало что можно придумать, чтобы приготовить вкусную капусту. Не нужно, конечно, ее термически обрабатывать излишне. Ну и повторяю, тушить можно пополам со свежим, которое нашинковано каким-то сходным образом, на одном устройстве, скажем так, и тем же способом. Ну вот, думаю, что если хотите сделать ее пикантной, тогда, соответственно, вы добавляете, ну, просто элементарно красный перец. Зимнее блюдо на все времена замечательный гарнир, который прекрасно соседствует с картофельным пюре, если это пюре сделано из хорошей домашней картошки, которая имеет вкус и запах картошки, а не какого-то кормового силоса, который предназначен для наших замечательных братьев меньших, у которых есть пятачок с двумя дырочками. Итак, я сказал обо всем еще, скажу, конечно, что при приготовлении салата из капусты, как и при приготовлении тушеной капусты, мы, конечно же, добавляем лук. Когда мы ее тушим, мы добавляем лук по вкусу, и луком это блюдо испортить невозможно. Ну, думаю, это вы знали и без меня. Ну, вот так, мои нехитрые премудрости из практики, поскольку я этим занимаюсь в реальной жизни, то я просто рассказал в своем жанре разговорной кулинарии, о котором мы уже упоминали. Извините, если кто-то, может быть, ждал, что буду резать капусту, но если кто-нибудь ищет ролики, в которых режут капусту, их, наверное, уже больше миллиарда на ютубе. Поэтому мы обойдемся без этого. Счастливо вам всем, кушайте вкусно, питайтесь здорово. Все, что мы сказали о капусте, это, в общем-то, достаточно диетично, если не делать ее слишком пережаренную и пикантную. Вот, и думаю, что мы встретимся с вами еще и будем говорить не только на кулинарные темы. Если хотите, пожалуйста, подписывайтесь, а я буду рад заметить увлечение числа подписчиков на своем скромном канале. Скромным, но искренним и, в общем-то, адресованным только вам, тем, кто меня по-настоящему смотрит. Спасибо всем. Счастливо. До встречи.